Группа What We Feel практически все, да. Просто так получилось, что силы ЗОГа постарались, что Игорь Александрович опаздывает, а сейчас присутствует только Дима. Я сейчас буду пока отдуваться за нас всех. Ну что, Дим, для начала что-нибудь поставим? Да, мы сегодня будем рассказывать про балкарскую хардкор сцену, ну и вообще про наши всякие угары и первую песню. Мы хотим поставить группу Last Hulk, как это ни странно. Короче, слушайте. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 И, то есть, там большой выбор очень всяких разных еще кастетов. То есть, ты можешь тебе под руку, там, золотые всякие. Вот это вот, знаете, Кирюша Лирик писал, там, ЖЖ своему, там, кастет такой-то, там, со стразами, там, кастеты скорости и все такое. То есть, как бы, в этом смысле заебись, если надо на говне, то есть, можно быстро смотреться в палатку, купить говна и пойти пиздить банов, например. Англия 3.0 ведет, ну, я очень рад за Англию. А вот про концерт в Обнинкс спрашивают, вас приглашали в концерте в Обнинкс? Нет, нас не приглашали. А, то есть, какая-то ложная информация. Понятно. Вот, из Кирова не состоялось ваше выступление в нашем городе в апреле. Планируете ли вообще туда еще заебить? Да, мы планируем, если залезть на нашу, этот, как его, MySpace, да, то у нас там заявлен концерт в Кирове, если не ошибаюсь, с группой Ехал Свобод, так что осенью, по идее, мы должны у вас появиться. Так, кто в Софии ходит на битдаун? На битдаун ходят модники в Софии. И все. Ну, модники, это как они там выглядят? То есть, они все на модных шмотках, да? Ну, да, на модных шмотках, типа Товгая, типа вертаки всякие, типа еще такое. Ага, отлично. Расскажи, вообще, где вы там детали, например? Ну, вы там в палатке, да, то есть, или на пляже, или где-то там? Нет, у нас все вписки были. Про район, да, то есть, например. Кстати, а, про район. Вот мы в Софии жили в отличном районе, где заправляют себе, как бы, ну, какой-то криминальный авторитет, по ходу дела, потому что там построили все дико новые дома. И сказали, что, типа, этот район, типа, безопасный, потому что здесь живет криминальный авторитет, который все держит. И несколько раз в подъезде в нашем мы сталкивались с мужиком, которого сопровождали два таких опасных, как бы, чувака, таких, которого внизу ждала такая, такой мерин, такой черный, такой, блядь, последней модели какой-то. И, в принципе, то есть, ну, мы себя чувствовали хорошо там. Ну, то есть, вы жили там в многоэтажном домике каком-то, или там в сомнике, то есть, на какой-то анархо там. Да, в R&B особняке на анархотемах, да? Ладно, я шучу. Так, Лондон шляпа. Лондон, ну, может быть, и шляпа, да? В Варне мы вписывались в отличного чувака, который знает русский язык, который преподает русский или польский, я не помню. Ну, в общем, отличный дядя, которому уже там 35 опасный. Да какие они, не, ну, они строят из себя опасных, только нихуя они не опасны. На это я вот отвечаю, икстафгай икс, про битдаун болгарский. У болгара еще любимое развлечение в Сиге дудку забивать и угощать, но это не только у них, это, по-моему, много где. Дорого кастета стоит? Да не дорого, они рублей на наши деньги, на наши шейкели, они рублей 400 стоят. Напиздили. Что напиздили-то? Сейчас дико идет танкист, например, с мобом. Да, сейчас будет веселее, друзья мои. Что, как с альбомом, когда будет уже? Ну, мы как бы говорили сразу, что мы сейчас доделываем, как бы, запись, нужно доделать вокал, нужно его сводить, и мы очень надеемся, если у нас хватит шейкелей наших, что к осени мы его издадим, то есть в конце лета, начало осени. Как вы относитесь к движению Телераст? Ты уже проотвещал про Телераст? Нет. Ну, мы что-то не относимся к Телерасту. Дико Стэнли, слушай, я что-то тут просто путаюсь в этих вопросах, я пока отвечаю, что-то тут вообще... Ну, ладно, отвечай сверху, короче, просто. С первого вопроса. Ребят, как вы относитесь к движению Телераст? Эйдж. Вот с этого, вот с этого. Да подожди. Напишите, пожалуйста, что-то Телераст стоит, что я не очень понимаю. Гей, трахни меня. Ну, блядь, ну хуй знает, чувак. Я подумал над этим вопросом, конечно. На Руси у нас тоже модники на битдаун. Тоже, блядь. Где это сообщение? На Руси у нас тоже модники на битдауна. Тоже мне Америку открыл задрот. Ну, естественно, ну, народ спрашивает, я отвечаю. Пацаны, вы котируете Клюкинную стойку? Конечно, мы котируем Клюкинную стойку, особенно как танкист, который только что, блядь, хуй знает, где селся. И вот GSM, здорово, дорогой. Сюм Гитлер. Ну, вот и пришел фюрер. Шалом всем нормальным, как бы, пацанам. Да, говорит радио Израиля, как бы, ну, передача «Голос Израиля» мы, как бы, продолжаем. Уже с участием диджея-танкиста, а также вновь прибывших людей под названием... Диджея Махмуда, диджея Адвоката, диджея GSM и диджея Татьяны. Вот. Ну, задавайте наши вопросы и все остальное, как бы, мы готовы отправить этот эфир в ад. Да, и... Так, все, не мешайте. В связи с, как бы, с новь прибывшими, я думаю, что надо поставить музычку. И это будет... Группа Мелех. Группа Мелех, да. Группа Мелех, очень заебись группа, я думаю, вы ее оцените. Всем хой. Чей такой. Обзимаешь мне музей. Группа Мелех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 не как бы не на не насадили да как бы в баре решили нас чем-то поддержать и как бы стали ставить разнообразную музыку в том числе они поставили 5 песен группы malefactors я скажу хочу сказать честно я испытал такую имперскую гордость за всю хуйню просто я ходил там и ну реально мне казалось что это вообще все то есть это реально то есть ну я считаю что да группа malefactors вдохновила нас на создание вот этой группы веганы пердят нормал а бобби король хардкора это кал так я настоящий танкист ёпта ну и пошел нахуй так мы купили кепки пишет кельт но до этого ты чуть не выпала из окна и я не хотел бы тебе напоминать эту жуткую историю как бы ну ладно так сейчас квт про майки поет господи но кто сейчас не поет про майки то весь молодежный хардкор поет так про майки в разоши надо дружить петь и ногами вертеть так толстяков андрей картика да я не знаю куда он говорит нас позвонит нам позвонит от него что здравствуйте алло алло прямой эфир прямой эфир да а старые у нас звонки все пропадут а андрей здравствуйте здравствуйте да нет пропущены давай еще звони раз да но за основным голландом так мы звоним по семьи городу андрею алло андрей ну а ты кто ну а куда я знаю чувак гасанхянская видишь русский написано русский написано русский архангельск россия так толстяков андрей не хочется слушай может мы звоним с экспо телефону сейчас там все соответственно на 100 рублей толстяков андрей с нами что то не хочет да 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 верни мне обратно вопросы радио стоит севернать ладно вы если что звоните да 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 так тихо понимаешь что Баян частенько ли как вернуть эту куню обратно все да и речь у вас проблемы с банами да частенько ли проблемы с банами ну да это как бы не но это как бы понятная тема проблема с банами как бы сейчас больше проблемы с другими людьми о которых мы не хотим говорить вот ваше отношение к Грайндкору какие группы котируете но во первых как бы группа fuck I'm dead как бы я считаю что это самая лучшая группа но там что там анальные пердящие пизды блять как вносим здесь был Женя Ческис он бы как бы ответил бы получше на эту всю тему я не очень как бы в теме но она у носорога да как бы мы тоже котируем его особенно кто то там кепку их поимел насколько я помню там пару-тройку лет назад вот так мастисиаку толерантный регист он что-то говорит ад так когда уже сплит с вьюанс юнайтед будет на самом деле мы в принципе как бы нет мы уже сегодня ехали в машине обсуждали да что как бы мы реально хотим мутить адский сплит как бы с пяти групп то есть мне кажется что это будет очень круто вот реально мы хотим как бы чтобы у нас был сплит как бы группа switch to the king группа вердикт группа нет 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 блять как мне ну рикошет нет мрачный хардкор понимаешь мы же говорим о позитивном хардкоре нет как бы третья группа должна быть вот и хилл основной песни вот как бы потом это будет группа реаренджет блять и конечно это будет группа блять квт со своим реюниону блять это как бы петербург который поет про нындах ахахахахахахахаха на эти причем а вот как он мне кажется что это будет очень вообще реально так но там еще были вопросы давали на них отвечу будем дальше аннаме радости ослабляться так танкистка шкоровой спорт лаван не от так как беда я когда ты его может как я играла так и я вам маленького морского тюленчика так я ходил на мой фактор там шарки шарки перца распылили но перца смысле красного перца они распылили его там даже по 2 грамм на чек получился конечно страшно один раз как говорится не никого рода так сейчас когда сплит будет сделать мы ответили уже да так пойти про нью бэлансы хорошо вместе против нью бэлансов против нью бэлансов вместе хейткор пишет наконец-то чьи то голосово слышу ёпта я надеюсь что это вообще будет последнее что ты его слышал так парни выступатели вы диавайи блять концерты в заброшки заброшки в принципе я хочу сказать мы играли в разных пердях в особенности конечно город металлостроев как бы в принципе я думаю что это аналог заброшек только блять в ленинградской области как бы заброски в принципе если нам будет как бы реализован наш райдер в количестве 100 долларов килограмма кокаина и специальные анальные шлюхи для боба блять то как бы ну в общем мы готовы да в заброшки съездить вообще зашибись так бобби пишет позвони любом бобби напиши в смс лучше блять чтобы бэкер уже записал нам наконец так че че позвоните пауку так как вы относите к панк року это кстати серьезный вопрос адвокат я бы хотел бы тебя спросить как ты наш патрук это типа король и шут что это я думаю что это нирвана и местами это группа да да и группа моногера и блять красные звезды как бы но вот как так но что к мус так серьезно прорезанных вузы на этой части но в общем то я вот вы прослушали нормальные ответы на для меня но как бы квадрок матросс нормальность и выросли на панкроке в особенности на группах калабрат тнф вангдау лидер декарская на родних песня группа ультимат а вот танки сгонять за спартак сейчас гоняя особенно как вы понимаете когда лежу на кровати у себя как бы на моем районе северном бутово а вот понимаешь и когда когда вернетом получает мяч я начинаю так гонять просто что вообще в принципе ну как бы но главное чтобы не запалила конечно подруга потому что ну иначе да никто да 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 так тихо это квт собирать с ребят ввф выпускать ооо но если как бы опять же они нам оплатят сто баксов а на мешки в общем то в принципе мы готовы это обсудить с со станиславом или как его святославом святославом вот да мы понимаем да вот меня хочет отписать барниха машка епта блять ну вот тебе от меня и адская промокашка так спит нормально только реаренджит не в тему но как бы вот их вокалист который мы встретили не дальше как 25 минут назад стать по моему не особо всем был против так да то то планируете еще выступить с broken fist кстати нормальная тема но в принципе как бы я хочу сказать помимо того что мы против фашизма да мы против еще там разделения там разных парней на которые там может быть у кого то белый тапки не был он стал сорок второй размер у кого допустим 42 с половиной понимать да то же самое там в руках и что там какой то пистанброк да вот то есть мы как бы ну блять если будет нормальная тема и как бы если броккистом еще пози будет нормальные выпутят нам 100 евро аналии шлюха и как бы килограмм героина то вы как бы мы конечно сыграем с broken fist господи но ж не кого братского там уже как бы 200 евро будет гонора так еби антифу вопрос сожри тафу блять go vegan не 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 так цой нормальный панк рок цой нормальный панк рок и хой так что думать насчет суисадо теннесси хорошая группа кстати очень котирует да нормально как вам последний панк рок сплит бэст эними nvp nvp это нацистский white пауэр вот в принципе ну в принципе как бы но мы с ними мы котируем несмотря на то что конечно группа шкаи не совещает вот это не сказать как мы это называем вот но нацистский white power как бы вот это ну реально очень хорошая тема единственная проблема в том что хейткоры я не могу ответить на твой вопрос потому что мы приехали недавно из болгарии я еще не послушал этот сплит а чтобы послушать этот сплит мне надо выебать как минимум килограмм героина поэтому как бы но ждем когда будет что касается последних городов последних городов придет нам посылочкой как бы мы явно это послушаем пока ничего не могу сказать но думаю что как бы это анальное и паладо и как бы это то как нужно и как завещал нам великий дедушка егор летов а также сталина мордорезка так катя негодует катя негодует но и анализирует европы являетного нормальный потенциал в этом нормально в чате общаясь чем анальная шлюха отличается от обычной на спросе михаил журналистов он блядь своем как бы интервью 2007 года все объяснил чем аналина шлюха отличается от обычной и все остальное как бы те все теми как я знаю так ребят как вы относитесь к антическим отнефашистам в том числе кавказа россиян понимаешь что я делаю здесь вот в этой комнате в южном бутово сидят вот как минимум пять кавказа россиян поэтому как вы относимся к не этническим антифашистам то есть россиянам но я в принципе не могу тебе сказать потому что среди нас таких просто нет этнические это типа как анальные от не анального отличается этнические от не этнические так панки хой попса параши панки хой победа будет наша да блядь ну не хуй знает да хуй ты меня игнорируешь извини хули в туле здесь просто понимаешь что как бы это быстро у тебя идет хуйня ее обратно нельзя вернуть танкист был ли у тебя мужчина конечно же был как чувак он только что опоздал на 40 минут чувак я им пришел я это самое ну как бы понимаешь что я съезу два тур с дистемпер там тур с диагестом тур с дэр Штайков там три тур с вот и фильм как ты думаешь были у меня мужчины ну как бы сам подумал полтора месяца тур как бы уже руки все в этих как я не называю мозоли кровавых да ну мы опустим опустим как это называется опустим да вот что вы думаете о фолиуме с крю ну как бы нормальный пацаны играет нормально общались да общались свое время с их барабанщиком буксом который уже по вам там не играет ну нормальный пацан как-нибудь они вообще существуют да ни разу ни разу не был на концертах этой группы честно говоря не слышал ни одной их песни но как бы в принципе люди там играет пару людей которых как бы которым у нас нет никаких претензий даже в плане этничества или не культуры кавказского антифашизма почему например по вашему мнению мрачный хардкор котируется меньше чем диодик например а все нормальные группы обсираются по лице и сцены ёпты вот как бы я хочу сказать честно пришли мне пожалуйста адрес адрес твоего дилера потому что принципе вот этот вопрос да вот чтобы его понять это надо убивать вот не меньше двух килограммов героини мрачный хардкор котируется меньше чем мелодик но она про как бы что ты говоришь вот что такое мелодик например мелодик это вот кола брат это мрачный хардкор нет хорошо допустим в городе тот трашиллер нет вот смотри вот по любому концом это мелодик да потому что он не военно надо надо вот банда москва это мочные как оба aumentают лука паку внешне оба москва пофостям атифашизм ареста хардкор и то что он как вот имя это честно вот если вот как бы сравнивать что клаврад этому мрачные хардкора допустим выбор оцензиона там мелодики дату конечно больше в version я котирую больше вне зависимости от полиции сэн, там, всего остального Ну, просто, понимаешь, я люблю, чтобы были соляшки там такие, Hava, Nadia, Hava, ну, это понимаешь, это моё, то есть, я в этом вырос, мы не давили там вся хуйня, да, в Rязани там 5 лет, неважно, вот, а почему все нормальные группы обсираются полиции сэнами, я хотел задать этот вопрос полчаса назад, но как бы не получилось, вот, поэтому я не могу тебя объезжать, ну как бы все нормальные группы обсираются полиции сэнами, но полиция сэна, в свою очередь, обсирается нормальными группами, поэтому это как дорога с двухсторонним движением. Что за дела с Дехадрит 4 мая были? С Дизогрит. Насколько я знаю... А, это группа из Ростова, да. Насколько я знаю, кому-то дам дали пизды, а потом кто-то оттуда убежал, прибежал, а потом, бля, все приехали и всех накрыли на говне. Вроде как бы это было вот так. Да, так. А что, будете битдауна играть? Будем играть битдауна? Давай, прям мы можем сейчас играть битдауна. Это, кстати, была новая песня, потому что нового альбома, как бы нормальный. Сколько от груди жмешь, депта, смотри, а че я, бля, это очень понятный вопрос, вообще. Десять раз сделаю, да, но ты, пришли мне фотку вначале, бля, вот, потом асколька про привет добавь меня вконтакте, епта. Я, честно, я планирую закрыть контакт, потому что мне все время, ну, как бы, я получаю по 50 писем в день, из которых 49, это письма из серии, ой, тут я нашел новую фотку, посмотри, там, гейпорно.ру.ком и там слэш, и вместо хтмл, там, заканчивается на экзе, да, и, короче, вот, я по разу нажимал, и потом, как бы, мой компьютер отправился в ад, я думаю, что это зоб, конечно, блядь, вместе с НСО, блядь, постарались. Я думаю, как бы, что завалили подарками, без розовых свистков. Нет, нет, и, как бы, из 50 емейлов только один на емейл, типа, танкист, это ты, понимаешь, то есть, как бы, нахуй нужен, блядь, этот ВКонтакт, тогда я его удалю, извини. Так, говорить о микрофон нихуя не слышно, извините. Что там здесь за грит было? Я уже сказал, что здесь за грит были. Приехали, накрыли, блядь, и, как бы, отписались, потом отписали на ЗЮнте, то есть, нормально, и на ЗЮнте тоже. Вот, так, как там Гринни, по мне не скучают? Ну, по мне не скучают, мы каждый день с ним в кроваточке лежим, обнявшись. Так, что еще? Сколько других жмешь, это понятно? Человек читатель диавай-литературу. В принципе, как бы, я хочу вам рассказать тему, мы играли в Киеве, и, как бы, наш барабанщик очень сильно захотел в туалет, и, реально, он ко мне подходит и говорит, слушай, Игорь, как бы, здесь диавай-концерт, как он называется, за... за... зули, да, вот, и, как бы, вот, мы играли там, и он говорит, блядь, пиздец, как бы, ну, вот, я, как бы, хочу тебе задать вопрос по этике, я говорю, ну, давай, как бы, говори. Он говорит, как бы, этично ли будет, если я сейчас пойду, куплю диаван Зин, и, блядь, подотру им жопу, потому что, ну, реально, как бы, ну, никаких нету, как бы, тем, вот. Я говорю, да, ну, обязательно, как бы, купи Зин и за мне, как бы, с нашими любимыми группами, как бы, чтобы там было интервью, и вот именно этими листами подотри жопу. И он, короче, купил этот Зин и подтер, и я думаю, с одной стороны, в принципе, ну, как бы, он же, ну, он же, он же, он же купил, да, и, как бы, все нормально, а с другой стороны, вроде как, и Зин пошел по назначению как бы, лучше, чем, как бы, это было раньше. Вот, в принципе, в этом плане мы читаем, конечно, Зин, давай еще пару вопросов, ответим, и все. А, почему меня избили, пишет, вокалист не загрязь, потому что ты, мудак, сраный, блядь, как бы, вот, поэтому тебя избили, вот, да, все не смешно, все очень смешно, я, как бы, считаю, очень, как бы, нормально. Как вам Invisible Border? Да, кстати, если будет еще кепка, то Штайнер может мне ее прислать. Так, как вам Invisible Border? Как бы, все хорошо к вокалисту, потому что один раз мы видели его в трусах-стрингах леопардовых, блядь, курящим розовую сигару, и после этого я не могу относиться к этой группе, как бы, серьезно, вы понимаете, ну, как бы, у нас просто свои темы, после того, когда я имел мужчину, да, да, икзучись, когда следующий концерт, блядь, там вот мы, знаешь, мы играем в Польшу скоро, приходим на концерт, там, мы в годной твой отправим, там, все хуйня. Так, когда вы дручите, вы что, бормочете, мы бормочем вместе против фашизма. Как вы относитесь к северной сцене? Северная сцена, там, такие группы, как Мордук, Вардук и Гайдук, как бы, я считаю, что это реальная тема, вот. Нет, как бы, ну, реально очень, как бы, хорошо. Так, сейчас мы, Путин лучше Гитлера, блядь, да, сейчас тихо, тотальный Зигуль, нет, как бы, давай, я вот, посмотрю, мне там покойницы шлют свои фотки в Газенвагине, давай посмотрим, как бы. Вот, я надеюсь, что это любомудро, блядь, как бы, да, 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 давай. Так, что это, открыть новые вкладки, давай. О, мы смотрим твою вкладку. Парни, парни, посмотрите, ссылку обязательно, ссылка просто огненная, вообще. Я хочу спросить, а ты спереди или сзади? Мой дорогой друг, Если сзади, то мы подружимся, пиши мне на мой контакт, я тебе даже добавлю Вот, короче, пожалуйста, не задавайте вопрос, потому что эта хуйня уходит вниз И потом мы на нее не ответим, а потом вы говорите, что вы нас опускаете и все остальное Мы послушаем песню с... вот да, хорошая песня Как бы новая песня группы Киборг со сплита с группой ТНФ Да, она называется Российско-Болгарское НС-Цыганское Братство Ну как? Ну как? Братство Братство Как видите? Как сказать? Я машина? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, вы были когда-нибудь в Ростове-на-Дону? Я был на выезде. Джей Сэм был на выезде. Да, да, да. Я был только в Самаре. В Ростове-на-Дону не было. Но, как бы, я надеюсь, мы сыграем с группой Дис и Грид вместе. Все остальное. Погносит в фронт, угораете, как относится к продажности и прочей хуйни. Ну, понимаешь, в чем делать? Я, например, лично угораю по группе Тараканы, да? Как я отношусь к продажности? Ну, конечно, в принципе, если бы завтра ко мне пришел человек и сказал, вот, как бы, Игорь, вот тебе миллион долларов, да, там, и все остальное, да? Там, и, как бы, давай, иди-ка рубиться, блядь, по анальному грайн-кору, да? Я бы сказал бы, ну, хуй знает, я, возможно, подумаю об этом. Масть в том, что, как бы, ну, какая продажность, да, там? Ну, хуй знает, блядь, кто бы купил, да? Ну, как бы, люди имеют возможность не работать, да, делать все татуировки на халяву, там, рубиться, пить пиво с московскими политичными хардкорщиками, как бы, ездить по всему миру. В принципе, ну, у них один путь, у нас другой, там, у кого-то другого третий путь, а у Калаврат, там, четвертый, да, там. Нормальная группа, как бы, придумали много разных тем, пиздатых. Ничего не имеем против. Почем курс лева? Курс лева 22 рубля. Так, Копроугар, это потом мы посмотрим, извини. Гриша или Будда? Ебтой, конечно, Гриша, наш, блядь, пацан. Сколько стоит анальная шлюха в Болгарии? Дима ответит. Ебтой, 14 лев, 88 стотенок, блядь. Дима, блядь, вообще, как неродной. Извини, говорю. А, мы пили ракию, Кельс, это только ты пила ракию, и потом, как бы, в окошечко, там, как бы, здесь металл коржика. Пить вредно, так. Отпист, отпист, а, ёптой, отпист на О-ударение. Всю жизнь думал, что на отпист, но, как бы, извини. Отпист, по-моему, круче звучит. Но мы из деревни, да, отпист, по-моему, звучит круче, блядь. Расскажите все про анальный шлюх. Опять же, смотри интервью Мишу, журналисту. ОХС, похоже, на трактор боулинг. Блядь, я всю жизнь думал, что в трактор боулинг поет тёлка, разве нет, блядь? Но если, как бы, в ОХС поет тёлка, то я, пожалуй, ещё раз этот блюд послушаю. Когда в Одессу я продал достаточно массу на базаре, чтобы купить билетик, ёптой. Как бы, в Одессу скоро, я надеюсь, что, как бы, летом, да? Штука для нормирования макарон. Потом посмотрим. Ладно, ребята, извините, завязываемся с ОСХС, спасибо. Парни, что нужно, чтобы вы приехали в наш город с концертом? Во-первых, какой город? Анал, тараканы, ну, это, как бы, я не комментирую. Хардкор-сцена тесно пересекается с хип-хопом, а вы чё из хип-хопа слушаете? Я слушаю, ну, из МС. Ну, чё, Диман, ты слушаешь? Из хип-хопа, блядь. Мальчишник. Ну, да, мальчишник там, хуй знает ещё чё. Крёстная семья. Да, Кровосток там, ну чё ещё там, блядь. Ну, чё там, всё, мы опозрались, блядь, полностью, лучше бы не надо было отвечать на этот вопрос. Какие у нас ещё были пизда? Дельфины я слушаю, тоже пизда, блядь, да, нормально. Так, приезжайте в Архангельск. Ну, как бы, на самом деле, подумаем по этому поводу. Просто сейчас, по поводу приглашения других городов, мы пишем очередной анальный альбом, который будет называться 14 слов, и будет посвящён победе социал-националистов, блядь, националистов, как бы, в различных городах и странах, вот и всё остальное. Поэтому, как бы, мы должны закончить альбом, но я надеюсь, что, как бы, с сентября уже начнём куда-то гонять. Так, Кровавый спорт. Кельт, я видел Кровавый спорт, когда вы там с чуваком из Литвы там поролись. Вот, так, что насчёт Chainsaw Bloody Strike, думаете? Что такое? Чего? Чего? Часов Bloody Strike? Я не знаю, что это. Что это такое, мой взгляд? Это, это новая игра, типа, продолжение этого самого, как его, Хэксон 2, да. Да, ну, если это нормально, если под PlayStation 2, тем более, есть, я, как бы, 108 поиграл. Котируете ли кошерное вино и мацу, конечно, котируем. Когда в Израиле будете? Ну, когда нам оплатят, наш перелёт и гонорар в 666 шекелей, то, конечно, блядь, вот, поедем. Да, в Новгород приедете, приедем, легко, опять же, уже говорил ранее, пишем альбом. Польский хип-хоп, заебись, да, хуя, хуя, хуя в ДП. Да, 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 меня Игорь. У мальчишенька есть песня «Белый спи с белой». Блядь. Сука, я бы тебе сказал, какие у Калаврата есть песни, парень, я думаю, ты сам знаешь, блядь, я в этом, сут, панику. Записки неизвестного, котируете? Блядь, а чё-то знакомое, я что ж не слушаю. Слушай, ребят, мы лохи, мы слушаем только свою группу, блядь, немножко болгарского рэпа и... И, опять же, Калаврата, Вандал, ТНФ, Радигаска и ранние песни «Ультиматова». А, ну и «Банда в Москве» тоже. Так, хуй, пацаны, хуй тебе. Бастер Райв с 50 цент именем нашего братья, блядь, согласен. Курить вредно, я не курю, потому что это стрейтейдж хата. Я только включился. Так, ажиндос с вами или в музее? Опять дома дверь не закрыл. Я думаю, что главное, чтобы он очко прикрыл, блядь. Как насчет Сибири? Легко, опять же. Девочку бритую, скинхед бритую под ноль котируем, да. Любите фильмы ужасов? Любимое есть? Блядь. Блядь. Блядь один, блядь два и блядь три. Это наше любимое фильмы ужасов. Не, на самом деле, операция «Мёртвый снег». Вот самое лучшее, как бы, норддиск фильм, блядь. Это группа, когда группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней на каникулах на фоне идеалистического норвежского пейсажа. Они попадают в кошмарные соны, приходится бороться за жизнь, схватки, попавшими здесь когда-то во время войны, отрядом немецких СС, превратившихся теперь в зомби. Они попадают в мир вообще арийцев, неспокойных душ, безвременно скончавшихся. Саундтрек, естественно, как в «War of Zion» и «Киборг». Вот, так, чё дальше-то? Как насчет Сибири? Любля, Сибирь, заебись вообще, оплатите нам перелеты 100 евро и, как бы, мы ваши. Так, что там с Евротуром? Евротур, как бы, вчера уже забился полностью. Как бы, главное, чтобы наши ЗОГ-соратники из Польши выделили нам неопределенное количество машин, аппаратов, там, всяких барабанов, потому что без этого невозможно кататься по Евротуру. Вот, а так, в принципе, как бы, чё, с Евротуром всё нормально, там куча нормальных ребят, всё круто. Так, что скажет на Чуджи-джиально? Катируем. Это бог. Бог, да. Как насчет группы «Анона Носорога»? «Анона Носорога» мы ебали в рот, в принципе, да? Вот, дальше. Но-ка на колдаст, котируем, котируем. Вот, кстати, «Анона Носорога» очень пиздатно блюют на сцене. Да, да, круче, чем «Анона Носорога», уж по-любому, даже если червей обожрутся глистовных. Сибирь крутая, но далеко. Я сам себе ебо разбил под ваши песни. Ёпты, а сколько я ебо разбил, блядь, под наши песни? Особенно наших, блядь, музыкантов, которые не умеют наши песни играть. Так, «Чейнсо» в «Лоди Страке» — это «Биндауны с Рузы», «Корешек Гизагрид». Блядь, ну, лучше бы это была какая-нибудь игра компьютерная, нормальная. Расскажите, в каких студиях писались? Ваши отношения будут к звукозаписи в России? Вот, нормальный. Вот, первый, блядь, за час нормальный вопрос. Где вообще можно вменяемо, не шибко-дуроко записать хэ-кэ? Рассказываю. Мы писались... Да, да, да. Рассказываю, как они записывали. Да, да, не, но на самом деле, помимо Ростова, конечно, как бы, можно еще пиздато записаться в разных местах. Проблема в том, что, к сожалению, у нас в России нет средних бюджетных студий звукозаписи, где работают люди, которые понимают вообще, что такое хардкор. То есть, как бы, мы приходим на студию звукозаписи, говорим, мы играем хардкор. Они говорят, да как это связано с порнофильмами и, как бы, с электронной музыкой? Мы говорим, блядь, ну, в общем-то, как бы, ну, никак не связано. В принципе, но... Сейчас мы пишемся... Сейчас мы пишемся в Москве, мы пишемся очень дорого, но я надеюсь, что, как бы, результат будет более-менее нормальный. До этого мы писались дешево, результат вы все слышали, да. Вот, как бы, по большому счету, надо, вот, как бы, ну, вот, мое личное мнение, да, как человек, который с записью очень много, там, как бы, всяких набил шишек и всего остального, надо просто дико, дико адски учиться записываться самим и записываться дома, дико делать домашние студии, потому что те люди, которым вы приходите писаться, блядь, за тысячу рублей в час, да, они обычно оказываются абсолютно обсосами, как бы, это просто выкидывание денег. Нам просто повезло, мы нашли более-менее нормальных, меняемых людей. А вот, хуй котируете? Конечно, котируем легко, да. Но, чтобы мы, так как мы против сексизма, пизду мы тоже котируем. Когда ближайшее выступление? Ближайшее выступление, ну, только штучка уже ушла вниз. Сужай на мясо кушать? Нет, не кушать. Как вы относитесь к людям, которые пишут, как вы относитесь? Ну, честно говоря, мы их на хую вертели, потому что мы находимся в Северном Бутове, а не в интернете, поэтому мы им можем, как бы, говорить все, что угодно. Так, Chainsaw, дизогритый уборобосс. Вот, как бы, реально, еще один человек напишет вот про это, еще про ОХС, да, и мы их забанируем из этого чата. Заебись, у меня в ОКО Рузе дача, дай мне этот русский отпис. Все, ты первый на бан, блядь, пошел, да. Где в Европе выступали? Где больше всего понравилось? Выступали в Германии, во Франции, в Вильнюсе, в Киеве и в Беларуси, да. Больше всего понравилось. Понравилось, на самом деле, везде. Блядь, ну, как везде, но были... Везде по-своему охуенно. Везде по-своему охуенно, да. В Минске, как бы, ФСБ там ходит, там, местное КГБ, там, в Киеве, там, баны на тачках ездят, там, с пушками, да. Там, как бы, в Германии куча еды, пива, там, про банов вообще никто не слышал никогда, блядь. Их, там, два банана на каждый город, там, и 150 антифашистов, которые ходят к ним и, там, пальцами на них показывают. Вот, во Франции, пьяные скинкреды, там, ну, как бы, везде нормально, то есть, как бы, везде круто. Главное, хуй не сосать, как бы, ну, и, с другой стороны, в принципе, нервы, я, наверное, обидел сейчас. Да, извини. Вот, так, у меня есть PlayStation 2, тоже жалею, что мне эта игра, да, согласен. Так, последний концерт, который вы посетили, блядь, помимо нашего, да, в принципе, да, на котором концерте я был. Где мы были? На каком мы последнем концерте были? А, мы были на концерте группы... Нет, я ходил в Болгарии на рэп, чувака из Двутон Кланг, но так как я не фанат рэпа, я, как бы, ушел с середины и поехал домой. На адском цыгане, который ехал 150 км в час, дико подрезал... Да, зигавал, дико слушал, там, айнэнэ, там, черные глаза, там, вспоминаю, умирай, да. Что делать с разделением сцены, кто в итоге урод? Бля, я лично думаю, что все уроды, а с разделением сцены, как бы, ничего не надо делать, пускай будет. Пиздец очень много, этот урод. Да, кто это, что, ну, и ты, ну, думаю, да, вот сейчас, да? Да, спасибо. Не, на самом деле, вот, честно, уроды все, но больше уроды, те, кто считает себя правым. Я себя не считаю правым, поэтому, как бы, я урод, но в меньшей степени. Спасибо, ребят. Спасибо, киноакадемия. Какой длины должны быть шорты у настоящего хардкорщика? Такой же длины, какой у него длинный хуй. Поэтому, как бы, сразу будет все видно. Хуй маленький, значит, шорты маленькие, да, то есть стринги. Уровень нашей хардкор-сцены вылез, как сами считаете? Ну, по большому счету, как сказать, у нас, у нас есть, у нас есть та же проблема, которая есть, там, допустим, там, в поп-пункт-сцене или, там, в альтернативной сцене. Допустим, как бы, есть группа Аматрия, там, да, там, игру где стемпер, или тараканы, да, там, как бы, а больше ничего нет, все остальное хуета. Вот, как бы, вот, в отечественном хардкоре то же самое. Есть, там, не знаю, Ангитшит Вилл, там, Рэй, там, Next Round, ну, там, еще, там, не знаю, пять групп, которых я не буду называть, потому что, ну, чтобы, ну, они мне денег просто не заплатили, понимаете, вот, за это. Да, как бы, все остальное, ну, в принципе, так. То есть, как бы, лет через пять поговорим. Пока, ну, конечно, уровень вырос, стало больше нормальных записей, люди перестали ждать, блядь, каких-то подачек от, там, крутых DIY, там, дельцов, да, там, как бы, начали сами издаваться, сами записываться, там, как бы, перестали хуй друг у друга сосать, там, как бы, ну, нервш, извини, опять же. Вот, как бы, все нормально. Вот, но, по большому счету, я хочу сказать, что, ну, я не могу сказать, что у нас такая же сцена, как, к примеру, в Европе. К сожалению, наша группа не дотягивает по очень многим темам, в том числе, качество записей, качество живых выступлений, качество текстов, качество оранжировок, как мы это называем, все остальное. Но, опять же, на это тоже есть, как бы, свои темы. Тут был вопрос, ездим ли мы на лимузинах, конечно же, мы ездим на лимузинах, на розовых. На розовых лимузинах, да. Вот. Танкист, сколько выпил перед эфиром? Выпил бутылку шампанского, бутылку, рюмку белого вина и кружку пива, потому что не очень. Какую фирму у нас спорт штаны? У тебя. Фирму DITES. У меня спорт штаны Adidas, как мы их называем. Будете ли торговать болгарскими кастетами на своих концертах? Будем по-любому. Каждому, кто купит 10 наших альбомов, получит кастет, блин. Борожу. Так, до с каких лет планируете заниматься музыкой? Есть на примете групп, которые могут быть ваши замены? Групп на примете, вот, честно говоря, у меня таких нет. Ну, не сочтите, опять же. Я считаю, на самом деле, что вот Вифил говно, и как бы, ну, а это все знают, да? Как бы, мы говерная группа, проблема в том, что, как бы, вещество групп, которые, они, как бы, либо такие же, как мы, либо еще более хуевые. Вот, да с каких лет планируем заниматься музыкой? Ну, как бы, пока, пока будет стоять, будем заниматься, да? Да, да. Янг Ти Вай Дай, да, как бы, все нормально. Ну, вот, надеюсь, как бы, ну, единственное, на что надежда, на группу из периферии, потому что Москва, это тухляк, это дохлый номер, как бы, и сцена здесь, она никогда не будет нормальной, потому что сцена здесь, как бы, ну, откровенно говоря, это... Мажорные дети, которые, как бы, играют во что-то, да? Не понимая сами, блядь, во что они играют. Секретики, да, как дядя Петя написал свою книжку. Музыкальное образование есть у кого-то из нас? Ну, помимо того, что наш гитарист Митя играет у него как классическая законченная музыкальная школа по классу игры на кожаной струне. Вот, как бы, ну, у меня четыре года фортепиано, да, ты, Дима? Ну, помимо розового баяна и там... Розовый баян у тебя, ёпта. Да, розовый все столько еще, да. С каких лет осознанно начали интересоваться музыкой и что тогда слушали? Ну, как бы, приблизительно, это случилось в одно время, когда я начал дрочить, я начал тоже интересоваться музыкой, вот так, с восьми. Вот, что начал слушать? Не, ну, на самом деле, как бы, в нашей теме, ну, как бы, в моей школе, в моем детстве самые модные и крутые группы, это была Дюна, первый альбом Любе, группа Кармен, короче, вот, Богдан Титамир, который потом отошел от Лемаха, это было немножко позже, да, ну, и, короче, как бы, всякие вот такие вот олдскул, хардкор группы, как бы, мы их очень сильно котировали. А, ну, опять же, Тальков, Тальков, там, как бы, все прочее, как бы, ну, и мы их очень сильно котировали и на дискотеках разбивали другую ёбу. Под эти группы даже еще тогда, ну, Розенбаум, это уже совсем, извини меня. Да, да, вот, коротковатые шортики будут, ну, да, извините, извините, если кто не успел написать здесь очень быстро все. Танкист, хотел бы вернуться в начало века, играть в панк, срать, блевать и не знать хардкор. Начало века это, это в прошлом веке, то есть, когда все ездили на лошадях с цыганами, ну, да, хотел бы, ёбка, я бы был в цыганском ансамбле, медведя бы играл бы, блядь. Как вы относитесь к северной сцене Архангельской информации в 10 раз? Да относимся мы пиздатой, я знаю группу Дрилбит, охуенные чуваки, пару раз у меня офисывались дома, мы пили водку. А, ну, если они стрейтейджеры, то как бы это мы вырезаем? Таня Буайнова котируете? Нет, хуйня полная. Тож Тайнер продался, что думаете? Думаем, охуительно, блядь. Просто, я считаю, еще бы продался бы, еще бы кто-нибудь из них, было бы вообще пиздатой. Аня плюс Лена равно Сереже, это тоже уже проверено давно, и еще две бутылки водки, еще, к тому же, будет Аня, Лена и все остальное. Как это относится к кожаным флейтам, например, и к ржаметане? Относится положительно, особенно наш гитарист Митр из Санкт-Петербурга, он сам вообще госпрофессионал по кожаным флейтам. Приютили на своих концертах, ну, вокалисты у нас в Трай-Тейджер, остальные, как бы, в меру возможности. Ну, пьем, да, в основном пиво бодяженное димедрома, из того, раз, она, правда, закрылась, но все равно. Ну, гибаны любят дуть в кожаные флейты, ну, как бы, нормально, да. А мы, Эйджеры, дико бухаем, ну, как бы, ну, тоже нормальный хуй с вами, блядь. Группы с периферией гнобятся Москвой и Питером. Чувак, я тебе говорю, вот есть пару пиздатых групп с периферией, которых, как бы, никто не гнобится, вон, как бы, возьми русский рок, блядь, ни одной, как бы, московской группы, все, Екатеринбург, блядь, как бы, все прочее, да, потому что, как бы, никто их не гнобил. Ну, у тебя спампилился у нас, какого города? Вот, ты даже, нибудь, не знаешь такую хатку жупу. Дальше. Травку курим? Нет, это, как бы, ну, не все из нас, да, сам круглый крестоносец, да, понятно. Киев, например, гнобит Москву, ну, хуй знает, да. Часто любите здесь с банами? Достаточно. Ну, некоторые из нас, да, некоторые из нас нет. Поставь тупой кетчуп, поставим, хорошо. Серега под шубой котируете? Спрашиваю уже. Так. Егоревские байкеры и их женщины крутые, согласен, да. Как вы относитесь к пиратству посредством интернета? Ваше мнение по поводу таких порталов, как банки соус? На самом деле, если честно, да, я считаю, ну, вот, смотрите, да, в общем, простая, не, это, это, это очень простая, как бы, тема. Ну, вот, смотрите, производство тысячи CD стоит 30 рублей за одно CD, да, то есть, если, как бы, ты делаешь 10 тысяч, да, то, как бы, приблизительно одно CD, значит, стоит, ну, не знаю, 5 рублей, к примеру, да. Мы, как бы, сидим вместе с бухлетом, с диском, там, с кругляшком, со всеми хуйнями, там, с пару, блядь, каких-нибудь лобковых волос вокалиста, там, группы YouTube, там, да, там, Боно, да, там, как бы, к примеру, вся эта хуйня, там, стоит 25 евро. Я считаю, что это ненормально, потому что себестоимость этой хуйни 5 рублей, да, то есть, это, как бы, 10 центов, или сколько там, 5 центов, да. Вот, как бы, это хуёвая тема, куда идут эти деньги? Деньги идут на поддержку ЗОГа, конечно, блядь, естественно, мы против ЗОГа, и поэтому, как бы, мы относимся к пиздатым, к пиратству, вот, потому что я считаю, что лучше выкладывать песни в интернет, ссать, блядь, на это всё дело, блядь, и, как бы, тико реально зиговать, потому что, в принципе, есть группа пиздатая и песня пиздатая. Вы зарабатываете бабло всё равно, блядь, как бы, анальные шлюхи, как бы, к вам придут и протрубят своей трубой и рихона. Вот, давайте послушаем ЗОГа, и потом мы ответим на ваши, как бы, адские анальные вопросы. Всем, Гитлер. Да, сейчас мы оставим группу под названием Тупой Кетчуп, только в болгарском варианте, который называется Reservor Plank, с которым мы играли в Пловде, в Дико. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова выпашут улететь в куваке củрузный водой дерево прplex на дра И всякость без небеса, эволично в всяком апреле И само сперва сети, света ще промени Без гриле, без гриле, окосвашь небеса за мило Без гриле, без гриле В прокатках ты запрошусь, причина не спалили души Стати пикалече няма, і медведь страники И медведь страники Без гриле, без гриле, окосвашь небеса за мило Без гриле, без гриле Без гриле, без гриле, без гриле Около нас се води война и дори большинство от нас не я забелязва, не я има и я все покървала, но тези, които я запознаха, ще си платят за греховете, защото тази война вече има две страни. Вие не сте своята работа. Не сте парите, които имате в банката. Не сте колата, която карате. Не сте съдържанието на портвейла си. Не сте шибаните си парцали. Нашата война е духовна. И сме много, много ядосани. Ну вот как бы вы послушали новую песню группы Рикошет под названием «Все баны». В том числе как бы от постыни тем, как она была про то, что как бы кто был два года назад баном, тот через два года станет закон природы, блять, зов и все остальное. Петя Грек пишет, Игорь Танкист, бываешь ли ты серьезным, блять, Петя, вообще хардкор это серьезно, как бы как ты нам, как ты нам завещал, как ты нам завещал, прежде чем, ну как бы начали, начал, блять, как бы нормально рубиться по правой теме, хулиганно-футбольной, футбольской. Так, я тут картошечку с лучком на сале пожарю. Надеюсь, сало было из твоего живота, которое ты распорола тупым тесаком. Вот. Раннее творчество ВВФ. Ну, раннее творчество ВВФ, мы тебе можем спеть, хочешь? Давай. Какое? А, блять. Голос животных? Голос животных давай. Ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин... Спасибо, Москва. Так, как бы за остальными посылайте, там на ВСК осталось еще пару дисков, как бы они, если жалуют, что они могут продать, вы можете у них купить там по 150 шекелей. Можно познакомиться где-то с болгарской панк-экэс-сценой? Можно ли найти на дистре еще как? Какие вот эти группы, которые вы ставите на протяжении всего эфира? Но это Дима может тебе ответить. У-у-у. Нет у нас дисков. Мне вот, например, вот эти все песни вчера Алекс из Ласхопа накачал по интернету, чтобы вам вот поставить и представить некоторые группы. Мудила. Я думал, ты сам это все качал, блядь. Еще парням сказал, блядь, реально пару часов потратил, качал, гнида. Так, охуенная мазофака, да. Нормально. С кем буржуев хотели бы на одной сцене сыграть? В принципе, хотел бы сыграть со Stage Bottles. И как бы я очень сильно котирую этих людей, как бы я... Ну, там музыка постольку, поскольку, как бы мне очень нравятся эти люди, как бы в общении, там, они очень, как бы классные ребята. У нас очень много общего в наших, как бы взглядах на жизнь, в наших мыслях, там, и все остальное. Вот. Хотел бы сыграть со Stage Bottles. А так, в принципе, как бы, мы бы не хотели ни с кем играть. Пускай сами все с нами играют. А ты, Диман, хотел бы с кем сыграть? Ну, по-моему, Клаврата, Вандала, ТНФ, Родигаска, Бады Москвы и ранних, и ранних ультиматумов, которые распались. Конечно нет, с Клавратом интереснее все вас ебануть, вы чего? Не, ну, как бы, если был бы, вот, концерт, рикошетры, Клаврата, вот, и Фил, я думаю, ну, это, как бы, только можно представлять себе. Ну, он бы стоил 5 тысяч долларов, блядь, или 3 тысячи шекелей. Поэтому, как бы, ни один хардкорщик на него бы не пришел, мы бы играли просто в пустой зал. Это было пиздато, мы реально просто друг для друга. Ну, это было бы, как бы, вместе лицом к лицу, и если никто не отступит, то мы выиграем эту войну, да? Вот. Все ли эти группы есть на Майспрессе, да. Мешает ли музыка революции, блядь. О, у укропа спроси, господи, как бы. Укроп, да, укроп, укроп по этому поводу, я больше знаю. Еще вопрос, когда будет альбом каверов, чтобы какой хейтбрид, понимаешь, в чем дело? Мы котируем разные группы, то есть я бы сделал пяток каверов, там, допустим, там, Тараканы, там, Группа Ёжи, там, Калаврат ТНФ, там, Вандау, там, Ранние Песни Утиматумы. Я, правда, ни одной не помню, но неважно. Вот. Да, да, да. Ну, как бы, я бы сделал альбом каверов, но проблема в том, что те люди, с которыми я играю в одной группе, они немножко другой мозг слушают, потому что альбом такой неоднозначный получится. Потом его никто не будет покупать, да, мы будем сами его друг другу покупать и продавать, бля, и на этом делать деньги, да, бля, вот, а потом это все продадим на войска, и, как бы, будет все нормально, да. Поменяемся на группу Краст, блядь. Вот, мне кажется, это будет заданная система, вот. Не, она нам нравится всем, кроме, что диск не продается, да, так, тихо. По-моему, люди теперь называют мазафакой тупо все, что им не нравится. Здесь мазафака не пахнет. Домой можешь не приходить вообще, выкинь ключи, блядь, от моей квартиры, водосток. Бери топор, руби хейткор. Это мужчина-танкист, я вот, к вопросу. Да, 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 это мой мужик. Вот. Как в Йокки-палке? Как в Йокки-палке потусил-то? А, как бы, откуда вы знаете, что я тусил в Йокки-палке? Ты, блядь, суфика, вообще везде, везде зок, реально. Стрит-панк, ой, тема, в России сейчас самая честная часть панк-сцены. Согласны ли вы с таким утверждением? На самом деле, в принципе, как бы, к сожалению, любую часть нашей сцены, возьми, она вся будет... Ну, как бы, там будут честные люди, там будут люди нечестные. Там будут люди, как бы, которые набивают все имя, да, там будут люди, которые рубятся там, да, там, до упора там. Понимаешь? Я не могу сказать, что там, как бы, хардкор честный, или он нечестный, или там, ой, тема честная, или нечестная. Везде полно мудаков, везде полно пиздатых ребят. Мы с удовольствием заряжаемся со стрит-панк, ой, группами, как бы, играем вместе, да, как бы, котируем эту тему. У нас есть там дохуя друзей, как бы, есть дохуя людей, с которыми я рядом даже в поле не сяду срать. Как бы, поэтому я не согласен с таким утверждением. Честной сцены нет, потому что, как бы, если большинство людей предложить, там, один миллион на евро, да, то они, как бы, да. Честный, ты, 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 вандалка, да? Опять же, да, Радигаска и ультиматум. Тут спрашивают, что за трек, группа Резервен Плен, группа Резервен Плен, повторяю, как бы, вот. Как вы, как вы смотрите, тихо, как вы смотрите на активистов, которые считают, что все русские фашисты. Ну, как мы смотрим, мы смотрим, естественно, говорим, эй, ара, бля, ну ты что, ну, как бы, как мы всегда, как мы настоящие, как это называется, блядь, эти. Да, 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 да. Что за последний трек запускали, ответили? Тесак, я не тупой, базара нет, панки хой. Так, хейткор нет, самая честная сцена, поп-сцена, это вообще без комментариев. У меня есть все диски групп, с которыми мы выступали. Бобби, ёпта. А у меня есть все медведи, которых ты выпускал на воле, бля, в нашем последнем немецком туре. Они в коробочках, блядь. Спочеки, да, и Киша споем. Споем Киша. В провинциальном городке шоу праздник, музыка играла. И тут что-то там такое, за выливок собаки, блядь. В чёрном цилиндре, в нюбелансе новом, да. Так, сейчас, смотри, да, да, да. Виталик с Хартаймса, на-на-на-на, концерт Вердикта шоу, да. Вот, сейчас, тихо, подожди. Водку жрёте? Да. Конечно, жрём, зелёную марку, ёпта. Так, когда будут наши маечки? Понимаешь, в чём дело, чувак? Приблизительно наш альбом будет стоить 80 тысяч шекелей. Чтобы сделать маечки, это надо ещё 20 тысяч шекелей. Проблема в том, что если бы я торговал хардкором, как я всю жизнь, с детства, когда я начал дрочить и слушать группу Любэ, я всю жизнь мечтал продавать хардкор. Как бы, к сожалению, выяснилось, что, как бы, во-первых, это очень тяжело, во-вторых, находятся дохуя людей, которые говорят, половина говорит, блядь, ты хуёвый, ты продаёшь хардкор, вторая говорит, ты хуёвый, потому что ты продаёшь его неправильно, я могу его продавать лучше, понимаешь? Поэтому, как бы, ну, вот в этом вся проблема сцены, на самом деле. Заебали про калаварат? Хорошо, не буду, извини. Так, я только пришёл, кто говорит микрофон? Это говорит слон, блядь. Это танкист говорит, это... О, нам принесли, пришла. Так. Танкист, я нас... Да-да-да, сейчас мы тихо выпьем водки. Так, что вы думаете по поводу Kids of the Hitler, да? Как бы, очень хорошая группа, мы с ними играли в городе... В городе Гитлерштатт, вот, очень было нормально. На улице Геббельса. Был клуб, назывался Евы Браун. Извините, я каю, блядь. На ваш концерт всегда много людей приходило? Нет, в принципе, на наши первые концерты приходило 30 наших друзей-дубоёбов, блядь. Как бы, в хуёвых шмотках, в валенках, блядь. Которые, как бы, хуярили. То есть, в принципе, на наш первый концерт приходило больше банов, да, чем обычной публике. И, как бы, это была адская бойня и всё остальное. Потом стало нормально, вот. Как бы, сейчас, как бы, ходят 200-300 человек. Все на спортивных штанах, там, в недонсах и всё остальное. Смотрите, Герои Роа. Герои Роа. А я не помню тех. Крейсер Аврора, что тебе снится? Нет, я могу тебе спеть другую. Два скинхеда, два брата. Солдаты расовой войны. Как ты относишься с Кингхед Гео? Нормально, позитивно. Так, дальше. Слышали ли вы про фестер Либералис 4 июля? Про фестер Либералис. Нет, не слышал. Расскажи, 4 июля меня не было в Москве. Я был, я уже не помню где. Россия 88 смотрели, начал смотреть в интернете. Тупо не досмотрел, но, как бы, надо посмотреть. В принципе, как бы, кино, наверное, интересное. Напишите в чат оригинальное название группы. Смешно. Задрот. Наша группа называется Задрот. Нет, спасибо, не хочу огурчик. Так, сколько стоит наш хардкор? 100 тысяч шекелей. Вот так, блядь, ты что? Даже рейт столько не стоит. Наргуемся. Так. Так, сейчас, тихо. Нет, нет, тихо. Вот у тебя одно время очень долго жил некий райот. Вот, я хотел, ну, об интимной части ваших отношений, но, разузнать поподробнее. Кто кому вдолг розовую дубку? Нет, ну, как бы, вы поймите, ребята, как бы, ну, мы не обсуждаем такие вопросы в прямом эфире, как бы, ну, потом... Я вам расскажу, нет, нет, ну, просто, вот вы понимаете, вот вы задаете вопрос, да, мне 29, ему 17. Да, кто кому вдолг розовую дубку, да, как вы думаете, по росту-то... Да, да, да. О, или лучше, знаете, моя прелесть. Вот. Нет, на самом деле, мы не гомофобы, но, как бы, только некоторые из нас, вот, которые там, так, в разных группах играли. Так, сейчас, тихо, спокойно. Я вот последние два вопроса отвечу, и все. Так. Вы, короче, что хардкорнее, зеленая марка или зеленые девятки? Девятки, я так понимаю, не машина, а сорт вильнюсовского... Я думаю, сначала девятки, а потом марка, я думаю, это нормально. Диман, приезжай, иди-ка домой, Настя, найду... Если зеленой маркой сесть за руль зеленой девятки, то вот это будет хардкор. То ты получишь зеленую оградку, я думаю. Короче говоря, мы тут, короче, водку пьем, я пока поставлю Нет, сейчас, я, 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 как бы, в завершение всего хочу сказать, просто, это небольшая реклама от нашего спонсора, портвейн три девятки, как бы, из вильнюсовского, да, как бы, это единственный портвейн в моей жизни, который можно не пьяне... Ты пьянеешь, просто не бухай его, то есть я не выпил ни одного грамма, просто был в говно. Вот, очень, как бы, классная тема. Давайте, мы, мы, мы начнем с вопроса, как вы пришли к хардкор сцене, не покидайте нас, следующая песня называется Redound. И звоните в скайп, например. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Пошел опять лоп Ну это как бы так, сука, аллегория Понимаете, как бы, о чем я Ваши песни Good Night White Pride Очень похожи на песни One Life Crew Инда Круассан Ну и в рот всех ебать Мне кажется, что, блядь, причем здесь В Круассане, то есть как бы Я обычно пираме, я понимаю, в Круассане Как-то, сука, все жестковато Нет, что значит, хуйня Косовская нормальная тема Нет, на самом деле, песня, вот реально, честно Все раннее творчество группы Вот Вифил, это, ну как бы, это очень анально Но, как бы, песня Good Night White Pride, да, мы ее написали Потому что, как бы, мы хотели Написать вот именно такую песню, да И мы ее хотели спеть, чтобы все обосрались, да Как бы мы ее спели, а как бы все не обосрались А начали, наоборот, как бы, круто зиговать Только, как бы, левой рукой, да Ну и как бы, мы ее так, как бы, ну и так все получилось, да Мы думали, нам пизды сразу дадут, на самом деле Когда мы сыграем эту песню, серьезно, без шуток Ну, как бы, это тогда был 2006 год Металлостроя, да, металлостроя, особенно, да Ну, кстати, не смешно Так, пойдем в водку жрать заебали Почему кавказцы не играют в бигдаун, бля А это должно быть вот так Черные глаза Умираю Умираю Не, на самом деле, почему? Broken Fist, бля, чистый, кавказский бигдаун, бля Вокалист у них явно, бля, и, по-моему, там Арийский, бля, нормальный парень, да Поставьте болгарский Black Metal, нахуй Хорошо, сейчас поставлю Я думаю, танкист назвался так, потому что угорал по ранней коррозии металла Честно говоря, из ранней коррозии металла мне нравилось очень сильно две песни Первая песня называлась Доктор Франкенштейн Доктор Франкенштейн Я, как бы, считаю, что там Он садомировал плюшевых кукол, блядь Вот, как бы, за эту фразу, сука, я готов поставить им памятник Потому что, в принципе, я пытался писать тексты, но мне кажется, ничего круче фразы Он садомировал плюшевых кукол Я просто себе, в принципе, не могу представить Вторая песня, это русская водка, конечно, потому что, как бы, мы, ну да, мы все слушали, как бы, да Вот, ну, нет, как бы, танкиста, да, погоняло не поэтому, но, как бы, ну, ранее коррозия, тащим-то, как бы, круто Танкист, ходишь ли ты на поп-панк? Нет, я не хожу на поп-панк, за исключением пару групп, но я не скажу, потому что, иначе, как бы, у меня там пизды, да, ты, да, да, вот В каких сторонних проектах вы участвуете? Как бы, Вова поет в рэп-группировке «Крайловый спорт» Все на колени, да Донтист поет в группировке «Люблинская диета», а также в группе «Джак Рассел», а мы, в общем, как бы А, ну, и Миттер играет, Миттер играет в группе «Дистресс» и «Доти Дэнджер», да, я всем забыл, как это называется, наверное Так, что из последнего отметили? Книги фильма Не могу не отметить новую книгу «Пита», которую я прочел, а вы, суки, большинство из вас еще не читали, еще не скоро выочтете Вот, а я прочел ее в электронном варианте, вот, как бы, ну, реально, эта книга, я прочел ее в Болгарии, она, как бы, до сих пор, там, я ношу ее у сердца, как Библию и Майнкапф То есть, там, Библия с левой стороны, Майнкапф с правой, да, вот, как бы Ну, вот, заплетение... Да, я считаю, да, да, человеческую кожу младенцев, как бы, чтобы... Это очень страшная книга, и... Давай, ну, что ты скажешь? Не советую никому оказаться на... Вот, GSM сегодня прочел эту книгу, а с утра пришел ко мне и сказал, Игорь, Гнешин, Грешин, я, окропи меня с желтеньким Ну, я, в общем, и окропил, как бы, не впадал Так, где лучше всего забухать в Москве? А, да, кстати, по поводу забухать в Москве Сегодня мы были в охуянном баре, блядь, а... Да, короче, мы были в Баском, но, как бы, я у себя в Лайвшон, наверное, прочел, что, как бы, есть адский хиппи-бар, там, как бы, там очень дико круто, там, как бы, все, там, рисуют кораблики, там, складывают журавлики И, как бы, борются в аналы огромными черными флавоимимитаторами, как бы, ну, там то, как бы, о чем я вообще мечтал, чтобы увидеть в Москве, тем более, в центре города Я туда пришел Чуваки, бутылка вина стоит 1700 рублей Блядь, я считаю, в принципе, ну, как бы, вот, когда мы придем к власти, ну, я имею в виду, национал-коммунисты, да? То есть, как бы, вот, в первую очередь, в первую очередь, как бы, вот... Я согласен на такую цену на бутылку вина Нет, я согласен на такую цену, если бы... Вот там вот официанка в зеленой кофточке Нет, 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 давай будем без сексизма Я согласен на эту цену, если бы маленький карлик мне бы играл на скрипочке в вальсе Шопена Бля, а еще кто-нибудь... Я бы играл на русском плене Да, да, да А Дима меня там увлажал бы, там, допустим, да, ну, ладно, неважно, или там, как ты говоришь, ну, да, не будем об этом Вот, ну, в общем, как бы, я отметил вот этот кабак, потому что я больше туда никогда не пойду Но, в принципе, как бы, чтобы не выглядеть долбоеба, у меня, конечно, выпал там рюмка вина И, в общем, да, 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 да И пропил там все деньги, которые были проданы с 20 тысяч дисков от Вифила, как бы Мне хватило только вот на один поход в нормальный паб в Москве В Москве лучше бухать дома Реально тебе говорю, покупаешь ящик пива, черный козел, как бы, и нормально, 28 рублей в пятерке Играли ли в Болгарии ковера моей любимой группы Пурген? Там не голосуют и так далее Нет, не играли Люди не интересуют Но там просто, как бы, понимаешь, на концерт сходили очень огромные чуваки, которые не знали Пурген Куда делся Икс Харам Икс? Я спрашиваю у участника этой группы Стрейта Не знаю Я думаю, где-то ходят Скоро придет Так, Дан, почему ты так и не вернулся в Штаньков? Понимаешь, в чем дело? Если вот брать это, как бы, ну, продолжать мою аллегорию про тапки, да Ну, в принципе, как бы, бывают тапки, да, но они тебе становятся малые, да И, как бы, ну, ты вот из них вырастаешь, да Потом приходят люди и говорят Бля, вот одень тапки, блядь, 35-го размера обратно, да У меня уже, там, 37-й Вот И я говорю, как бы, ну, блядь, они уж не нализают на ногу, понимаете, как бы Ну, они пиздатые, да Они, там, стоят 100 евро, да Там они У них даже вместо одного унитазика два подряд, блядь Ну, как бы, они просто, ну, никак Вот, и все остальное Поэтому, как бы, я не вернулся в Штаньков, да Так Что повлияло на образование Джек Красов? Ёпта Ну, я не знаю историю этой породы Я думаю, что Путили скрестили с Сербернаром, получился Джек Красов Ваше отношение к Красово в верной группе Бурзум? Очень котируем, охуенные чуваки Фалафет, что думаете? Ну, без комментариев Почему так не вернулся? Так, тра-та-та, на-на-на Пита читали, не пизди Ну, и хуй с тобой Читали-читали, дайте почитать Где можно достать книгу, а? Вот Хуй тебе в рот и фигу Да, да Харам распался Один из участников в Эден Димайс играет А тебя? А у вас? Козлов А для вас, Козлов, есть пешеходный переход, да На гигах вы играете Вы играете старые или новые песни? На самом деле, вот В Болгарии мы играли целиком новый альбом Потому что, как бы, там люди Знали только наши три песни со сплита с Вастхоуп Вот Но при этом они знали их нормально Они подпевали, как бы, слова Я вообще очень прочувствовался Вот Единственное, что некоторые слова Они почему-то пели там с Диха или Смерть Цыганов Но это, как бы, местное восприятие Диалект Русский диалект, болгарский Вот На будущих концерах будем играть только новые песни Потому что старые песни, как бы Ну, за три года уже приелись И, в принципе, я, мы Да, ну, на самом деле, мы не относимся с тем группам Которые порезентируют, там, на трех хитах И, как бы Будем играть кавер на Бурзум И кавер на хуйзум, да Да Я там снимаюсь с ХК ХК, да Спасибо за ответ Ха-ха-ха Читал Вам приходилось расписываться на грудях Оголтевых фанатах? Конечно же, приходилось Ебка Кстати, я без шуток Как там? Детка, я богиня Я языком, там, я вывожу свое имя Там у тебя На тапках В твоих родительских мечтах Да, 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 да А потом я проснулся, что-то Кирилл было Блядь, вообще Так Так Отдельно кавказцы во многих группах есть Да, я даже знаю парочку таких Здесь, как у меня, три находятся Кавер на тупой кетчуп, да, Кавер на тупой кетчуп? Да, так, тихо, давай Кавер на тупой кетчуп Только б не кончалась Краска для волос Краска для волос Это, как бы, новая песня Но это уже не смешно, Анатолий, про это Так, Кавер на тупой кетчуп, давай Так А как вы узнаете по лицу тех, кто кушает мацу? Блядь Я так понимаю, это вызов, короче Я думаю, оно будет недовольное такое И не кривое Постоянно катящее духе Повисло неловкое Сука, я пытаюсь, как бы, придумать пиздатый кавамбур Ну, так как въебал уже зеленый марк А рядом со мной сидят люди, которые мой интеллект Убирают на минус Не, 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 не Давай еще пару вопросов ответим, и нормально В общем, тот, кто кушает мацу Как бы Получает по лицу В общем, как бы, скажи мне это в лицо И в маце твое яйцо Танкист, почему ты не вернулся в тупой кетчуп? Пишет мне человек Ребята, я не вернулся в тупой кетчуп Потому что меня туда никто не звал Поэтому я туда не вернулся Почему без комментариев пропис? Ну, тоже без комментариев Пиздатый, как бы, люди все нормальные Хули об этом говорить Сейчас скажем, что-то не то Потом люди обидятся, как бы Сказать, да Свич садокинг там играет, нормально, да Так, ребята Все приходите, да, нормально Скажите о количествах и качествах русских лейблов И почему вы выпустили сильно в Питере Понимаю, в чем дело Количество и качество русских лейблов Но, как бы Я вам хочу сказать честно Как бы Во всех русских лейблов По миру парочки Которых я знаю, да Сидят, как бы, люди Большинство студенты, да Которые отказывают В хождениях в модные кинотеатры Отказывают себе В покупке нормальных шмоток Которые большинство из пишущих в этом чате Как бы Сидя дома На крутом выделенном интернете Все остальное Как бы Эти святые люди, да Тратят свои, как бы Своё честно Выпрошенное у родителей Шучу Заработанное бабло Да, как бы На то, что издают Как бы диски Разных хуевых групп Которые им нравятся Но еще, как бы Нравятся еще там Десяти людям, да Ну, вот Как бы На самом деле Парадоксальная ситуация С группой What WeField Потому что, как бы Те парни из Ту Которые издали Вот наш самый первый сплит С группой The Force Vizin Волшимным образом Он стал охуительно продаваться То есть, как бы Мы, в принципе Ничего такого не думали Мы думали, что Как бы Ну, мы продадим Там 20 дисков, да Вот И И все Да, как бы А он стал охуенно продаваться Да, и как бы Мы уж там Как-то почувствовали Там свою силу И все остальное В принципе, как бы Люди, которые делают лейблы Они святые Как бы Даже если этот лейбл Хуёвый Он издал только один диск Все равно Люди святые Потому что они, как бы Угорают на бабло Причем так, как вы Даже себе не можете представить А вот А из больших лейблов Ну, как бы Ну, это все то же самое Только Они на больше бабло Угорают Вот и все Вот Так что, в принципе Ну, как бы Говорить о каком-то отдельном Мы издавались на карме мира Но по большому счету Если говорить честно Мы издавались сами То есть, карма мира Немного помогала нам С распространением Как бы Все время практически Мы издавались сами Продавали сами Распространяли Как бы Сами Пересывали на Дистра всякие Дистра сами И все остальное То есть Ну Как бы У нас Все наши релизы Которые выходили Это селф-релиз Ну, как бы Помимо Ну, того, что продавалось Где-то там в Германии Да, как бы То, что продавали там немцы Или там кто-то еще Да, то есть Здесь, как бы Мы продавали все сами Там при помощи Несколько человек Которые там Помогали нам Вот Поэтому Все у нас, конечно Находится в общем-то Самом зачастливом качестве Тем более Если учесть, что все-таки У нас живет 140 миллионов человек В России Вот По большому счету Если в Германии, допустим Группа продает тысячи дисков И считает, что они Охуительно Крутые То Если у нас группа продает Тысячи дисков Как бы Это смешно У нас население больше И, соответственно Должно быть больше людей Которые слушают подобную музыку Просто Проблема в том, что у нас Все не развито Сделано через жопу И все остальное Вот Лучше старые песни играть И говорит нам Йос Чувак, ну ты не слушал Новый Может быть, ты послушаешь Как бы Многие люди, которые Плевались на Песни со сплита С Дэо-Сдэо Потом как бы Стали Выбивать их на своих руках В качестве татуировки Понимаешь Как бы Это все очень Как бы Несерьезно Старые, новые Как бы Похуй Пейсы рулят Базара нет Дима, как твой фильм Парнуха, я надеюсь Который именно Который именно Вы бы хотели снять клип Дима, вы бы хотели снять клип Нет Нет, не хотим Кто тушит мацуи Иногда метко стреляет Из-за обреза Это белый стих, что ли Танку или там Хайку Блядь, как это называется Ладно Так С черными ястребами дружите Только с черными пантерами дружим С черными ястребами Так, все Два последних вопроса И все Цой подавился мацуи Но это не смешно На самом деле Мы котируем Цой С кем-нибудь общаюсь Из проекта Если вы хотите нас подъебать Тем, что мы общаемся с доходой Блядь, чувак А если бы ты видел Блядь, как бы Почему? Ну как бы Понимаешь, чем дело Вот возьми Свою голову рукой А потом как бы Ты все поймешь Сколько вам обошлась Ваша первая запись ВВФ? Я помню Весь альбом Вместе с созданием Нам обошелся 13 тысяч рублей Весь первый альбом Не считая наших переездов Из Питера И в Питер И как бы затрат на еду 13 тысяч Вот этот книжечка в голове у меня Ладно, в общем, давайте Мы послушаем сейчас что-то другое Я надеюсь, что вы придумаете Пару интересных альбомов А, последний вопрос Когда в вашем песне появится Репертуаре поется песня Про Эльфа, рыцарей, драконов У нас есть уже одна Когда мы уйдем в леса И будем рубить Black Metal Да, у нас есть классная песня Называется Яйцо цепляет доспех Ждет нас успех И там Мы группа Смех А сейчас А сейчас болгарский Black Metal Группа Мелех Мелех? Сука 6 минуты 7 минуты 8 минуты 8 минуты 6 минуты Я полюбил в сердце, зацвальцу мертвое имя, Распорту страдам, не маятвожен опорой. Я мечтам, не в волшах, Ни се отмечу в сердце на умень, Утащеньям, что в сердце. Продолжение следует... 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 Вот, вы все сказали вокалисту Viewance United в лицо? Чувак, если бы ты знал в каких мы отношениях с вокалистом Viewance United, ты бы просто устыдил своего вопроса, реально, вот, как бы, мы очень хорошие друзья, вот, будет ли клип? Понимаешь, в чем дело, но, по поводу клипа у нас было обсуждение внутри группы, как бы, масть делать клип, то есть, это вкладывать очень большое количество сил, мозговых там, каких-то сил, там, да, там, как бы, все это рули делать, да, зачем? Чтобы выложить это на канале А1. Зачем? Непонятно, чтобы люди, как бы, больше смотрели канал А1 и покупали пиво там, и, там, не знали, что они рекламируют, да, ну, как бы, нам это просто не очень сильно интересно, да, выкладывать это тупо в интернете, ну, как бы, это овчинка выделила. Столько не стоит, да, как бы, столько усилий в никуда. Лучше, как бы, все наши силы мы пытаемся опустить на то, чтобы записать действительно нормальный, качественный альбом, чтобы, как бы, люди не слушали это, и не кривились, и не говорили, о, очередная кривая московская хуэта, да, там, и, как бы, оговорили, о, это действительно нормальный уровень, нормальное качество. Так, чем вы занимаетесь помимо группы? Работает ли только музыка? А не мог бы ты вот эту хуэту убрать? Извините, это не в эфир, это, как бы, технический вопрос. Да, спасибо. Учеба, работа или только музыка? Как бы, все парни в группе работают, вот, и все парни, как бы, пытаются выживать, потому что, к сожалению, от группы дается плохо, вот, и поэтому, как бы, вот, в основном, последние наши поездки, они во многом, либо в ноль, либо за свой счет, то есть, о каких-то, либо, там, мифических гонорарах, там, или что-то еще речи не идет, вот, ну, поэтому, как бы, приходится работать, да, работаем, работаем, работаем. С удовольствием бы не работала, как группа Рамон Сапигачева бы, по 12 часов в гараже, и, может быть, мы бы стали бы нормальной пиздатой группой. Так, как вы успеваете работать и в туры гонять? Ну, к сожалению, для многих это кончается увольнением и поиском новой работы, но, как бы, это наша жертва на алтаре черного хардкора, черного бизнеса, да. Вот, дико приятно было послушать риги, вот, и Фил, первую сцену, такой четкой радиус, спасибо большое. На самом деле, немножечко все было скомкано, потому что мы ехали на адских попутках с хачами, вообще на адских, там, непонятных лошадях, там, цыган, будулай, и все остальное, то есть, как бы, мы реально еле доехали до сюда. Вы извините, если что. Да, вы извините, если что, да. Мы не подготовились нихуя. Да, нет, ребят, на самом деле, ну, как бы, нет смысла готовиться, да, потому что, как бы, ну, все должно быть от души, как творчество, да. Да, от души, и так, и, как бы, эфиры тоже должны быть от души, ну, плюс наш спонсор, Зеленый Марк, как бы, постарался, и все хорошо. И Доширак. О, да, 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 да. Ну, вот, ну, как бы, у вас есть еще одна минута на то, чтобы задать какой-нибудь хороший вопрос. Если вопроса не будет, то огромное, ребят, спасибо большое за поддержку. Спасибо за все, я надеюсь, что мы никого не обидели, мы, как бы, рубились чисто по анархии, как говорится, высшая рея черный флаг, государство главный враг, как бы, все остальное. Ну, в общем, я говорю спасибо, Дима. Спасибо. Соответственно, Диджей Стрэйт. Да, 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 спасибо, спасибо. Диджей Адвокат. Надо сказать, что прошел, произошел очень крутой прорыв, потому что, наверное, группа Лотвифил должна была участвовать в эфире раз пять, наверное, за историю радио, и все, там, четыре раза, все отправлялось в ад. Да, четыре раза, это бойкотировалось с теми людьми, которые деньги, как бы, на то, чтобы заплатить за нормальный интернет, а сервера, они тратили это на винилые группы из Крайзис, поэтому, как бы, вот. Ну, то есть, порочный круг сегодня разорван, вот. Разорван, да. Боб, а Репе мы тебе сообщим, позвоним, не волнуйся. Ну, вот, отлично, отлично. Например, ведущий не понадобился. Так, ну, в общем, спасибо большое. Спасибо мне большое за то, что я есть, блять. Блять, суки, блять, кликайте, козлы, на рекламу, блять, на сайте, я заебался уже платить за это. Да, 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 не забываем кликать на рекламу, там вы увидите очень много пиздатого. Но мы обидели Брокенфист, на самом деле, я знаю этих парней тоже лично, я думаю. Вот все, блять, 60 человек, которые сейчас на сайте, возьмите, там еще, блять, стрелочки такие внизу, вверх-вниз, короче, и кликните на все эти ебаные ссылки, блять, чтобы я не платил за этот вонючий сайт, блять. И позвоните парням из Брокенфиста, скажите, что, как бы, ну, вас здесь обосрали, надо зайти и кликнуть пару раз там на ссылку. Вот. Спасибо большое, ребята. Здесь был еще диджей Джей Сэм. Йоу. И диджей, адский Будулай под названием Махмуд. Всем спасибо. Всем, да, тихо, тихо, все там нам все написали, давайте, ну, и как бы, это, а это то, что вы хотели за 14,5 рублей, давайте, пока. Так, ну, блять, нет, слушай, поставь все сам, а ну и вон нахуй, блять. Блять, да нет, ебаный, кучи, ебаный куню, это мудак, блять, тупой. Убогий, вообще, просто. Тот оставит планку, стать звездой кино, я хочу быть панком и бухать в говно. Панком быть и летом, панком быть в мороз, только мне кончалась краска для волос. Панком быть и летом, пока мне кончалась краска для волос. Кто-то пилит елки Обо всем забыв Я брожу без толку Слушаю на их Банком быть и летом Банком быть мороз Только б не кончалась Краска для волос Краска для волос Только б не кончалась Краска для волос Только б не кончалась Краска для волос Только б не кончалась Краска для волос ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 20 единиц так мало, чтобы все начать сначала Чтобы все сказать тебе, чтоб ты мне все сказала Про любовь, но я не знаю, что молчание означает Просто ты не хочешь быть со мной В трубке слышится дыхание Я устал от ожидания Жду тебя, любовь моя, но где ты? Я тебя люблю, надежды Нет на то, что ты, как прежде Вновь захочешь переспать со мной ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучшие моменты этих дней В каплях твоих слез Отражение звезд и огней Последние места в немом кино Вечер на двоих Ночь для нас одних Так давно Солнечный день Я доволен Дождик пройдет Даже рад Но никогда Не забыть мне Как год назад Над Москвой В твой огни Мы стоим Одни Я схожу с ума Я схожу с ума Я считаю дни Как летят они Когда рядом Ты на душе Весна Воспоминания Будорожат Кровь Память навсегда Помнишь, как тогда Встреча вновь И сколько лет Прошло с разлуки Той Мы с тобой горим Ты была с другим Я с другой Солнечный день Я доволен Дождик пройдет Даже рад Но никогда Не забыть мне Как год назад Над Москвой Огни Мы стоим Одни Я схожу С ума Я схожу С ума Я считаю Дни Как летят Они Когда рядом Ты на душе Весна Солнечный день Я доволен Дождик пройдет Даже рад Но никогда Не забыть Мне Как год назад Над Москвой Огни Мы стоим Одни Я схожу С ума Я схожу С ума Я считаю Дни Как летят Они Когда рядом Ты на душе Весна Над Москвой Огни Я схожу С ума Я считаю Дни Когда рядом Ты С ума Я считаю Я не могу Понять Однажды Мне приснилось Что я умел Летать Попробовать Все вспомнить В шестом этажах С укроп Я приземлюсь Я сломана Нога Однажды Мне приснилось Что рыбою я был И как же мир погодный Я взял Позабыл Попробовать Все вспомнить Я не умел Тогда Спасатель И скоро Я достану И и со дна Вспомнить Все Что с нами Было Вспомнить Все Вспомнить Все Вспомнить Все Вспомнить Все И кем мы были Чем и шли Что любили Вспомнить Все Вспомнить всё, вспомнить всё Вспомнить всё, вспомнить всё Кем была в прошлой жизни, я не могу понять А собственно зачем всё это вспоминать Неважно, кем ты был, всё это позади Кажется в прошлой жизни мне места не найти Вспомнить всё, что с нами было Вспомнить всё, вспомнить всё Вспомнить всё, вспомнить всё И кем мы были, чем дышали, что любили Вспомнить всё, вспомнить всё Вспомнить всё, вспомнить всё Вспомнить всё ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вечер испорчен Серьезь, остановись Прости, я не смог сказать Прости, я не смог сказать Прости, я не смог сказать Дорога до дома Одиннадцать тридцать На часах Город вокруг Изменился На глазах В центре Москвы я Как чужой Унылой походкой По Тверской Здесь было ярче, Теплее, свободней с тобой Прости Я не смог сказать Прости Я не смог сказать Прости Я не смог сказать Прости Прости Я не смог сказать Прости, я не смог сказать Прости, я не смог сказать Прости Вечер испорчен, утро обещает быть Холодным и одиноким, как теперь забыть Весь этот бред, ерунда И поводы нет, как всегда И снова один на три, четыре Во с выходной не умрет никто Так сверху новый номер газет И не будет фраз, и не будет диз И никто нам не скажет нет Пока монстры спят Мы займем вокзал, почту, банки и телеграф Утром в новостях будет айси джаб Зажигать телебашню шараф Мы успели, мы не вспали Время штурма угадали Нас все втали, тела мало Танки здесь, а нам все мало Банки грязи не боятся Кто устал, ушел сдаваться Все нет лист, танцуют бога Было мало, стало много Не движа с утра, не сойдя с ума Мы узнали большой секрет Это новый стиль, это новый слен В нем пока ветеранов нет Не открыв всех карт Не сдаваясь чарт Укрепляя любимый окон Нам не нужно фраз, нам не нужно кисть Мы и так поколение отцов Мы успели, мы не вспали Время штурма угадали Так, ну как бы для тех, кто остался Да, я бы послушал все эти замечательные группы Представители отечественного Московского и Санкт-Петербургского Олдского хардкора Как бы диджей GSM скажет пару слов Он уже принял нормально внутрь Как бы сейчас Сейчас блеванет На самом деле Как бы Слушайте последнюю песню Эта старая группа Называется Мечты сбываются Коловрат Коловрат у тебя в штанах Вот Там играл Мой замечательный друг Саша Хомяк И Только за Гусар вообще суперчеловек Вот В общем Слушайте группу И охуевайте Охуевайте Потому что Это было раньше Этой группы Больше никогда не будет Охуевайте Сломалась Хрупкой душе Ты понимаешь Что всё ненормально Лето ушло Никуда И уже Ты не играешь Любимые игры О-о-о-о Ты видишь Смирься На мотра На спальце Просто стоять Ты сам здесь Ты закона Несла На сеть Проводок Поёт Отражение Смирься Всю неделю Чудо сведёт Дует Этер людям В спину На полгода Всё умрёт И тепло Тебя покинет Ты Не сумеешь Любить Без тебя Ничто не греет Даже сладкие Не мечты Я вижу Твой Неосторожный Пят Тебе Нет пути Назад Я Весь Горю Я Знаю Что Тебя Мне не Найти Не стоит Через Но я Знаю Я знаю Я знаю Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я сырный садовый Я с одного наушные Я выколитый Мерь Мои и блестяне все что есть у меня Черт я спаситель и все на земле И если я спаситель и расслабился так То это моя жизнь Завтра будет новый шаг Новый шаг Новый шаг Я из себя твани улит Новые флаги едины Всекрай встанет в голове Неутомимый мастерапортом И вы Но моя правда слышит В городе людских отношений Преакции Дин-дин Подмогут моменты решений И дети с моей страны Которую забыла Но Поколение нахи Революция Революция Розрушенная стена Наслоравит банан Не 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 Революция Революция Девушки отдыхают 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 Субтитры подогнал «Симон»